9 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной выпуск ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылочка для видеотрансляции. Стрим уже начался, поэтому обязательно переходите по ссылке, присоединяйтесь к нашему стриму, смотрите нас. И, конечно же, слушайте в эфире «Альфа-Радио» на протяжении этого часа на сайте alfaradio.by. Заходите, жмите «плей» и присоединяйтесь к обсуждению самых важных тем, которые волнуют каждого из нас с вами. В гостях у нас сегодня декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Уютная студия «Альфа-Радио», вкусный кофе, как всегда. На улице немножечко неприятная погода, поэтому, я думаю, сегодня надо быть в помещении, создавать тебе хорошее настроение. Рад, конечно, приветствовать всех наших слушателей. Спасибо большое, Алексей Викторович, за оценку нашего такого утреннего хорошего настроения. Ну что, продолжаем двигаться дальше. Конечно же, тема, которая сейчас уже, не знаю, не единожды обсуждалась, но, тем не менее, не сходит с информационных полос. Это тема, которая касается ситуации в Польше. Фермеры польские не договорились с правительством. На данном этапе заблокировали уже два пункта пропуска на границе с Германией. То есть уже, скажем так, немножечко забыли про границу с Украиной, но блокируют границу с Германией. Так вот, на данном этапе планируется, что 20 марта поставить на жизнь 270 населенных пунктов. Сами активисты называют это таким звездным рейдом по главным городам страны. Ну так масштабно все идет. Почему не могут договориться, Алексей Викторович? То, что процесс запустился, мы об этом уже здесь в студии говорили не единожды, почему это происходит. Почему не могут найти какой-то компромисс? Ведь невыгодно ни одной, ни второй стороне. Ну, мы уже говорили, да, обсуждали, что тут есть несколько игроков, да. С одной стороны, есть национальное правительство Польши, интересы фермеров. Есть общее правительство Европы в Брюсселе, интересы в целом всей Европы. Есть Украина, которая требует себе поддержки хотя бы в такой форме, в таком виде. Она добивается для себя каких-то преференций. Есть и другие игроки. Ведь смотрите, несмотря на то, что сейчас не прекращается этот поток дешевого зерна из Украины, который идет через Европу, европейское центральное правительство решило предложить свои совершенно идиотские меры регулирования, решило поднять настроение польским, немецким и иным фермерам. Каким образом? Поднять цены на российскую и белорусскую зерновую продукцию. То есть они готовы сейчас, несмотря на то, что примерно 7% сегодня составляет экспорт в Европу от российского зерна, они готовы сейчас устроить показательную порку своего геополитического противника под маркой якобы помощи этим самым фермерам. Каким образом такая реакция сможет помочь и урегулировать вопрос дешевого украинского зерна, непонятно никому. Поэтому с одной стороны заявляется, мы же идем вам навстречу, то есть они планируют, что поднятием пошлин ввозных на российскую и белорусскую зерновую продукцию, они этим самым поднимут цены на зерно в целом в Европе, помогут, соответственно, фермерам польским, немецким, французским таким образом держать цены на высоком уровне. Но они забывают опять про этот самый демпинг, который идет со стороны Украины и вопрос, о котором никак не может решиться. Что касается позиции польского правительства, правительства Туска, то мы видели, что Туск такой проевропейски ориентированный, поэтому для него интересы Брюсселя, после того, как он там серьезно поработал, был членом руководящих органов, для него, наверное, интересы Брюсселя несколько важнее. Есть, конечно же, какие-то рычаги влияния у европейской дипломатии, европейского правительства целого, на этого якобы польского президента, который не выполняет и не защищает интересы Польши, Польша не выполняет требования собственных граждан по защите внутреннего рынка. Поэтому такая разбалансировка, которая существует сегодня в отношениях между польским государством, польским правительством и польским народом, ну, она, конечно, достаточно странная, но если посмотреть на это с точки зрения внедрявшейся вот этой политики, где интересы Европы должны стоять выше интересов национальных государств, то мы понимаем, что отстаивать свои национальные интересы сегодня это очень дорогое удовольствие. Очень немногие страны могут сегодня себе позволить и выступать не просто на словах, а выступать именно в реальной политике против европейского мейнстрима. Ну, вот тот же Виктор Орбан, Венгрия в частности, да, какие-то иногда там потуги демонстрируют отдельно другие государства, там Словения та же, но на самом деле очень, конечно, ситуация такая для польских фермеров непонятная. Кстати, ну вот то, что касается европейского мейнстрима, поспорил вы, потому что мейнстрим уже не так однороден. Франция присоединилась к польской позиции об ограничении ввоза сельскохозяйственных продуктов из территории Украины. Вот в преддверии заседания Стана Европейского Союза это произошло. Вот решение Парижа и Варшавы сможет подорвать единство альянса в вопросе торговли с Украиной? Ну, неизвестно о чем будут на самом деле говорить и принимать какое решение. Все-таки есть и другие государства Евросоюза. То, что заметна проблема, мы же видим, сегодня в Европе 12 государств охвачены в той или иной степени протестами фермеров. 12, почти половина из всех членов Евросоюза. То есть это общая проблема на самом деле. Но у каждой конкретной страны, у каждого своего национального правительства есть свои какие-то особые интересы. То есть таких общих решений есть? Если мы говорим о протестах фермеров в Нидерландах или протестах фермеров в Польше, или в Словакии, или в Венгрии, они у каждого разные. То есть там есть некие общие моменты, связанные с поступлением той же дешевой продукции из-за рубежов Евросоюза, в первую очередь из Украины. Есть специфика предоставления украинским перевозчикам каких-то тоже преференций, что подрывает рынок автомобильных перевозок в Европе. Но у каждой страны это отзывается по-своему. Поэтому говорить о единстве тех, кто противостоит мейнстриму, тоже очень сложно. У каждого будет какая-то своя просьба, свое пожелание, у каждого будут свои инструменты воздействия. Но смогут ли они консолидированную позицию выразить и добиться самого главного, это ограничение именно ввоза украинского зерна, у меня большой вопрос. Кстати, вот то, что касается противодействия тому, что происходит в Германии, задумались о введении запрета на забастовки. По большому счету договориться не получается, принять какие-то решения, которые устраивали бы обе стороны, тоже не получается. Вот подумывают о том, чтобы запретить забастовки. А как же демократия? Ну, какая же демократия в Европе? Давно уже забыли там это слово. Но что касается Германии, то здесь, да, вылез другой аспект проблемы. Забастовками грозят транспортники. Они грозят в связи тоже с серьезными проблемами. То есть, с одной стороны, мы видим из-за абсолютно дурацких санкций на российские энергоносители. Германия осталась без них, без дешевых энергоресурсов, которые получала напрямую и по очень выгодным для себя ценам. Сегодня цены на бензин, на дизельное топливо растут и очень сильно увеличивается из-за этого стоимость перевозки, стоимость проезда и в общественном транспорте в том числе. Да, поднимать бесконтрольно цены тоже нельзя, потому что будут протестовать граждане. Работать себе в убыток в условиях якобы рыночного либерального хозяйства сложновато. И вот встает дилемма, что делать? То есть, транспортники через профсоюзы требуют, чтобы улучшались их условия труда и чтобы для них создавались более комфортные экономические условия деятельности. И правительство на это пойти не может в силу обозначенных причин, потому что нет у них просто на самом деле никаких возможностей откручивать назад цены, снижать цены на топливо. И нет возможности работать в убыток. Поэтому встает реальная перспектива, что народ объединенных профсоюзов будет выступать за свои интересы именно таким узаконенным пока что в Европе путем забастовками, с которых начиналось все вот это вот профсоюзное движение европейское. Ну и вот да, как ответ, если ты не можешь найти других рычагов экономических и политических, у тебя остается одно административный запрет, что конечно же еще раз ставит вопрос, который вы задали, а где же демократия? Демократия тут и близко не пахла, когда речь идет о защите интересов национальных политических элит, то они об всякой демократии спокойненько забывают. Отдают приказы о разгоне демонстраций, запрете внесенных в законодательство форм протеста и так далее. Но тут надо кстати отметить, что вот сам Шольц, например, резко против этого. Он как глава государства, наверное, все-таки пока еще понимает, что нарушение этого баланса, тем более, что ведь Германия, в отличие от многих других государств, это такое социально ориентированное государство было. Это государство, которое как раз у себя устанавливало после Второй мировой войны, устанавливало знаменитое государство всеобщего благоденствия. Это была страна с такой социал-реформистской, социал-демократической идеологией во многом, что касается, в первую очередь, взаимодействия с работниками и владельцами. Поэтому, конечно, нарушать это сложившееся равновесие, нарушать этот образ Германии как государства, где есть определенные социальные гарантии, очень опасно, чревато. Потому что потом все покатится в тартарары и уже вообще не будет никаких оправданий. Кстати, то, что происходит в Европе, конечно же, мы видим, наблюдаем, обсуждаем здесь, в этой студии. Но, опять же, вот новости, которые радуют нашу страну. Беларусь показала прирост ВВП от 4% в начале 2024 года. Вот, Алексей Викторович, вопреки или благодаря санкциям? Многие говорят, что санкции не работают. Я считаю, что санкции все-таки работают, но вот наше правительство и президент работают лучше. Потому что, несмотря на все то санкционное давление, действительно, Беларусь показывает вот такой вот прирост ВВП. Ну, действительно, Беларусь работает в новых условиях. То есть, мы когда-то были завязаны на одни рынки. Благодаря санкциям, а нас от этих рынков, в первую очередь, от европейского рынка, нас отрезали. И правительству пришлось искать новые возможности. Новые возможности, приход на новые рынки открыл также новые возможности для наших предприятий. То есть, то, что у нас сегодня там на 4% выше ВВП в целом, но есть отдельные отрасли, по которым оно еще больше. Например, по промышленности 107% было сказано превышение. Значит, по торговле тоже там на 6% выше. То есть, у нас сегодня в связи с изменением конфигурации нашей внешней торговли, в связи с изменившимися партнерами, у нас появилась возможность поставлять больше некоторых товаров, которые раньше, может быть, менее востребованы. Та же, например, Африка, которая сегодня и сельскохозяйственных машин требует больше, и наши автомобилестроения, и сельхозмашинностроение, оно начинает работать более интенсивно. Ну, вот это дает свои плоды. Но в целом, конечно, мы должны понимать, что это все не из воздуха, не с неба упало. То есть, это серьезный титанический труд наших служб и внешнедипломатического нашего ведомства, и серьезная работа внутри на предприятиях. Это работа не только по переориентации, да, но это и возможность создания новых продуктов, которые мы сегодня в качестве инновационных и в качестве продуктов, имеющих серьезное такое конкурентное преимущество на рынке, вот мы их поставляем в страны, там, Востока, Азии, Латинской Америки. Вот, то есть, это большая работа. И, конечно, это все не дается просто так. То есть, надо напрягаться и работать. Ну, это колоссальный труд, мы должны это все понимать. Ну, что же, спасибо огромное. Давайте-ка прервемся на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами, напоминаю, что на сайте sb.by есть ссылочка для стрима. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио после перерыва. 9 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», продолжаем здесь в этой студии обсуждать те события, которые происходят у нас в Беларуси за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by на главной странице сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции, переходите по ссылочке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Беляев. Алексей Викторович, ну, еще тема, которая тоже горячо обсуждается, конечно же, электоральная кампания на постсоветском пространстве в нашей стране. Прошел единый день голосования, выборы президента в Российской Федерации. Вот, наверное, все-таки эти электоральные кампании, они схожи реакцией Запада на них. Мы видим, что по большому-то счету ничего не меняется. Вот, в принципе, все те же тезисы, все те же посылы, все те же заявления и так далее, и то подобное. Вот как вы оцените вообще эти электоральные кампании, которые прошли, и вот та явка, та поддержка людей, что означает? Ну, конечно, у нас в союзном государстве очень много схожего. В первую очередь, отношения к нам наших, в кавычках, западных партнеров, что белорусские выборы... В кавычках партнеров или западных? Нет, в кавычках партнеров, да. Вот, и как кость в горле у них были и наши выборы. И еще до их окончания было, помните, заявлено неким представителем Госдепа США о том, что наши выборы якобы проходили в атмосфере страха. Это делалось на фоне того, как чуть ли не в этот же день там убивали людей в Нью-Йоркском метро. И вот там вот по кадрам видно, где настоящая атмосфера страха, когда люди там на полу лежат в этом грязном, извините меня, обгаженном поезде, потому что метро там тоже то еще удовольствие, в кавычках. Вот, поэтому заявления Запада ожидаемы были о том, что они не считают выборы ни наши, ни российские демократическими. Но вот интересно, они заявлять об этом заявляют, и в частности господин Боррель там выдавил из себя, что не признают итоги выборов на территориях якобы оккупированных российскими войсками на Украине. Вот, но на самом-то деле они не заявили о непризнании итогов выборов. То есть они не заявили, что Путин нелегитимный президент. Они не заявили о непризнании итогов выборов в Беларуси. То есть наш белорусский парламент, они тоже постеснялись назвать нелегитимным, несмотря на привидевшуюся им атмосферу страха. А на самом деле мы же видим, что проходили выборы достаточно спокойно, даже при всем том накале, при всем том желании каким-то образом раскачать ситуацию в России, при использовании всех тех возможностей психологических операций, которые были отлажены на экономическом векторе, когда вот эти вот украинские фабрики по выкачиванию денег из доверчивых граждан, когда они вначале обзванивали путем психологических манипуляций, заставляли людей переводить на свои счета большие суммы. Теперь мы видим, эти силы были брошены на то, чтобы дурить людям головы, заставлять их пойти там поджигать избирательные участки, поливать зеленкой бюллетени. Но вот были озвучены цифры на всю Большую Россию, где 89 субъектов, 89 регионов, только в 20 субъектах произошло там порядка 29 случаев каких-либо подобных проявлений хулиганства и вандализма. То есть это капля в море. Там больше 90 тысяч участков было открыто, так вот только на 29, совершенно вот такие вот, наверное, оказавшиеся податливыми под психологическими манипуляциями люди пошли и попытались совершить подобные акты вандализма. То есть это говорит о том, что в целом-то общество устойчиво. Более того, рекордная явка. Эти реальные очереди не инициированы, как когда-то у нас борцами за демократию, за Магарами, которые по 4-5 раз становились в одну и ту же очередь якобы собрать подписи за псевдокандидатов. А реальной очереди желание пойти проголосовать за своего президента было у россиян. И это показывает, что как раз в условиях внешнего давления, в условиях фактически ведущейся и против России, и против Беларуси. Войны, которая сегодня идет, новая, холодная, с элементами горячей, полное информационное противостояние, экономическая блокада через санкции. Все это сплачивает общество. Это что же надо понимать? Законы психологии. Чем больше на тебя оказывают давление, тем больше будет ответной реакции. Вот это внешнее давление, что на Беларусь, что на Россию, приводит к тому, что у нас как раз-таки в период электоральных кампаний население чувствует наибольшую меру ответственности за то, что происходит, и чувствует реальную возможность каким-то образом свою страну поддержать. А как поддержать? Выбрать действительно себе сильного лидера, как в России, выбрать себе действительно действующий и авторитетный парламент, сформировать местные советы. Вот это, конечно же, все. Спасибо, опять скажем, Западу за то, что они открыли глаза нашим людям, россиянам, на то, что никто, кроме самого тебя, твою страну не отстоит. А для того, чтобы бороться, необходимо иметь сильное руководство. Кстати, в нашей стране продолжается большой электоральный период. В начале апреля, напомню, пройдут выборы в Совет Республики Национального Собрания. За ними еще одно масштабное политическое событие. Это Всебелорусское народное собрание. На прошлой неделе в регионах началось выдвижение кандидатов в делегаты высшего представительного органа народовласти. Вот Александр Лукашенко, проводя вчера совещание, где обсуждали подготовку к первому заседанию ВНС в новом статусе, опять же, акцентировал внимание, что особенный созыв. Почему он особенен для нашей страны? Ну, почему? Конечно же, во-первых, потому что Всебелорусское народное собрание приобрело конституционный статус. Если раньше это было такое масштабное представительное собрание людей, но никаким образом не прописанное в законодательном плане, то сейчас Всебелорусское народное собрание включено в конституцию, высший закон страны. Оно имеет теперь законодательную базу в виде закона о Всебелорусском народном собрании. Ну и плюс те, на самом деле, полномочия, которые возлагаются на делегатов Всебелорусского народного собрания сегодня, конечно же, заставляют нас очень тщательно подходить к отбору людей. Раньше это просто был такой съезд делегатов. Ну, пришли, посидели, кого-то послушали, там, проговорили какие-то вещи, выпустили пары, разошлись. То сегодня у Всебелорусского народного собрания в руках находится реальная власть. Реальная, не какая-то там мифическая народная поддержка, вот, которая, ну, есть она, это хорошо и замечательно, если нет, будем искать другие пути. А сегодня Всебелорусское народное собрание — это орган власти и управления, который может принимать решения, в том числе по кадровым вопросам. То есть через него теперь проходит назначение и судей, назначение работников конституционного суда, да, участников конституционного суда. Та же Центральная избирательная комиссия формируется Всебелорусским народным собранием, важнейший орган, который, по сути, осуществляет признание легальности и легитимности всех выборов, всех уровней. Всебелорусское народное собрание обладает сегодня правом вводить в белорусский воинский контингент какие-либо государства за пределами Беларуси, отправлять туда наших воинов для выполнения определенных задач. Всебелорусское народное собрание, в конце концов, это сейчас тот орган, который принимает решения о, если в случае чего, либо отставке президента, либо о его смещении с поста в случае нарушения конституции. То есть очень много передано от парламента, от президента, полномочий Всебелорусскому народному собранию. Начиная тоже с того, что сейчас Всебелорусское народное собрание переняло у президента функцию определять основные направления внешней и внутренней политики Беларуси. То есть президент теперь ее осуществляет, эту функцию, а определяет эти направления теперь Всебелорусское народное собрание. Конечно, вот с такими полномочиями, широченными, скажем прямо, и с тем, что у нас еще не было опыта действий Всебелорусского народного собрания в таких условиях, задача поставленная нашим президентом Александром Григорьевичем Лукашенко о очень тщательном отборе кадров, об очень тщательном подходе к созданию этого органа, потому что от этого органа на ближайшие пять лет будет зависеть работа и судьба государства. Поэтому задача, поставленная президентом, она, конечно, очень важна, и она очень правильна. — Кстати, еще одна тема вчера прозвучала — это совместные проекты с Российской Федерацией. Напомню, что Россия для Беларуси, равна как и мы для них, остается главным союзником и торгово-экономическим партнером. Вот лидеры двух стран обсуждали планы сотрудничества на перспективу. Александр Лукашенко по этому поводу сказал, что планы очень интересны, они реализуемы. Объем этих планов тоже колоссален. Вот на данном этапе действительно мы видим, что цифры впечатляют. — Да, Беларусь с Россией всегда были, остаются, я надеюсь, останутся на долгие времена не только ближайшими союзниками с точки зрения политической, не только братскими народами с точки зрения своей истории, проживания на протяжении тысячи лет вместе, но и с точки зрения именно банальной экономики, никто для Беларуси лучше, чем Россия, на сегодняшний день не выступает в качестве самого надежного экономического партнера. То есть у нас с Россией сегодня складываются отношения как на высшем уровне, то есть на уровне президентов, так и складываются отношения, мы знаем, по регионам. У нас очень активно взаимодействие сегодня и представительство Беларуси. Мы пытаемся сегодня дойти, достучаться до самых далеких уголков России. Россия велика и необъятна, одна шестая часть суши, так или иначе, да. И поэтому у нас сегодня минимизированы преграды в нашем торговом обороте, у нас максимально открыты границы в этом плане, у нас максимально сегодня сближено законодательство, в том числе налоговое, у нас существуют условия и для граждан, то есть вот эти вот в рамках союзного государства совместные законопроекты о создании равных условий по социальной защите, по пенсионному обеспечению, здравоохранению, получению образования. У нас очень большой набор сегодня есть нормативно-правовой базы, опираясь на которую мы в том числе очень эффективную экономическую деятельность ведем. И, конечно, рост постоянный. Мы видим, что за прошлый год там на 55 миллиардов наторговали. У нас растет и торговля товарами, растет торговля услугами. Беларусь при этом через Россию сегодня открывает для себя рынки других государств. Но в данном случае можно только порадоваться. Еще, кстати, одна тема, вот то, что касается сотрудничества, это совместные проекты Беларуси и России в сфере науки и космических технологий. Я напомню, 21 марта Марина Васильевская стала первой женщиной-космонавтом Беларуси, которая, отправившись на МКС на корабле «Союз МС-25», командиром 21-й экспедиции на МКС стал также уроженец Беларуси-космонавт Олег Новицкий. Вот действительно, освоение космоса тоже одно из целевых направлений развития союзного государства. Беларусь могла сохранить советские наработки в космической отрасли. Но вот сейчас, на данном этапе, мы видим, что действительно сотрудничество в этом ключе развивает. Что это означает? Более того, Беларусь не только сохранила советские наработки. Сейчас у нас и разрабатывается программа 100-процентного белорусского спутника, где полностью все будет сделано у нас в Беларуси. То есть, ну, вы понимаете, что если раньше там в рамках того же Советского Союза спутник собирали всем миром, да, и сейчас мы видим там отдельные элементы все равно являются чьими-то. Беларусь сегодня уже достигла, на самом деле, в области космических технологий такого уровня, что может себе поставить амбициозную задачу создание небольших вот этих спутников полностью собственными силами, из своих собственных комплектующих. Ну, я не знаю, сколько еще стран в мире могут себе позволить такие вещи. Из более там почти 200 государств официальных, находящихся в ООН, и там 240-250 неофициальных существующих. Плюс, конечно же, работа с Россией. То, что у нас есть возможность использовать и тренировочные базы, вот это тоже же наработки все еще с советских времен были, использовать и космодромы, вот у Беларуси в этом плане мы являемся заложниками нашей географии, к сожалению, у нас не очень удобно для запуска космических ракет территория, да, это требует очень больших вложений. Ну, вот поэтому использовать возможности российских ракет-носителей для запуска и формирования собственной спутниковой группировки, это очень серьезная подспорья. Тем более, что ни с кем другим, как с Россией, в Беларуси не получится. Взаимодействие лучше, да. Кстати, ну в этом ключе вот, Алексей Викторович, и давайте... Так вот еще, смотрите, есть экономическая польза от всех этих космических приключений, да. То есть мы запускаем свои спутники, мы проводим эксперименты, которые уже дали экономический эффект, там, по-моему, более миллиона долларов, да. Возможности использования вот этой аэрокосмической фотосъемки для сельского хозяйства, для строительства, для геологоразведки. Это же золотая жила на самом деле. И то, что у нас есть возможность использовать, опять-таки, спутники, как ретрансляторы для передачи информационного сигнала. Это все сегодня является, на самом деле, вот этими вот новыми высокими технологиями. И экономически, то есть не просто трата денег на ветер, да, мы не в космос выпускаем это все. Мы на самом деле из космоса это все возвращаем потом себе, нашим же гражданам. И помощь, которую оказывает нашему народному хозяйству наличие собственных спутников и использование их, это огромная помощь. Ну, кстати, я вот опять же напомню, что старт ракетно-транспортного пилотирования корабля «Союз МС-25» с участницей космического полета из нашей страны запланирован на 21 марта. Идут последние приготовления ракеты перед полетом в космос. Ну вот, а имиджевая составляющая, ведь это тоже важно. Ну, конечно, да, белорусский космонавт, наконец-таки полностью белорусский, то есть учитывая, что он уже является гражданином суверенной республики Беларусь, он, так сказать, родился, вырос здесь. И у нас уже были наши представители, именно уроженцы Беларуси, летали в космос, там, и тот же Петр Климук, и многие другие, да, но сейчас речь идет о том, что, во-первых, белоруска женщина, да, вот, во-вторых, то, что она уже, ну, полностью представляет нашу суверенную Беларусь, то, что прошла очень большой отбор наша представительница, то есть она соответствует по многим параметрам, и мы можем себе позволить иметь собственных космонавтов и с физической точки зрения, с психологической точки зрения подготовленных очень хорошо. И, конечно, немного, и на сегодняшний день вообще государств, которые запускают что-то свое в космос, и уж тем более отправляют своих космонавтов, эти государства можно посчитать по пальцам руки. То есть это, как сказать, это показатель и претензия на то, что в стране созданы максимально хорошие условия для развития всех самых современных направлений и научных исследований, и производства, и в том числе человеческого потенциала. Ну и самое главное, для каждой белорусы есть повод для гордости лишний раз, да? Конечно, да. Мы ждали с вами День космонавтики в прошлый раз аж 12 апреля, а тут он День белорусской космонавтики, можем праздновать уже, надеясь, 21 марта все пройдет успешно, и сможем тогда 21 марта сделать днем именно белорусской космонавтики. Ну что ж, спасибо огромное, время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфар-радио 17 до 19.00. В гостях у нас был декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев. Спасибо огромное, Алексей, за емкий разговор. Спасибо вам, спасибо нашим слушателям, хорошего им дня, хорошей недели, чтобы она завершилась на радостной ноте, мы обсуждали на выходных и поднимали рюмочку за нашу космонавтку. Так, ну что же, спасибо огромное, до встречи в будниках. Субтитры сделал DimaTorzok